Друзья, всем привет! Вы смотрите канал InvestFuture, это дайджест финансовых новостей и мы подводим итоги понедельника. Ну что ж, друзья, неделя начинается таким спокойным движением на мировых рынках и они потихонечку готовятся к грядущей инаугурации президента Джо Байдена в США. Интересно, что сегодня была репетиция и над Вашингтоном образовался какой-то подозрительный дымок, из-за которого всех эвакуировали. Но потом, правда, оказалось, что горит не сам дворец, а лагерь для бездомных, который почему-то располагается неподалеку. Но так или иначе, рынки, конечно, ждут изменений, которые принесет Байден и его коллеги в американскую политику, как внутреннюю, так и внешнюю. И уже сейчас, например, известно, что в первые дни своего пребывания на посту Джо Байден планирует издать целую серию приказов, которые будут призваны на 180 градусов развернуть политику Трампа по многим вопросам. Например, США планируют снова присоединиться к Парижскому соглашению по климату. Также будет снят запрет на въезд в США для прибывающих из стран с мусульманским большинством. И, кроме того, будет обязательство использовать маски как на объектах федеральной собственности, так и для поездок между штатами любым способом передвижения. Другие запланированные приказы включают в себя, например, продление моратория на усиление из домов и расширение тестирования на COVID. И очевидно, что это, конечно, далеко не все перемены, которые принесет Джо Байден. Еще одна новость, которая была важна для рынков в понедельник, это данные по ВВП Китая за 4 квартал 2020 года. И эти данные подтвердили, что экономика Китая восстанавливается V-образно, то есть очень быстро, по факту, после ковидного спада. Что мы видим? В 4 квартале 2020 года ВВП Китая составил 6,5%, и в итоге годовой рост китайской экономики составил 2,3%. Но мы видим, что это на самом деле результат очень хороший, потому что, допустим, в 4 квартале 2019 года ВВП Китая составил 6%, то есть на полпроцента меньше, чем годом позже, несмотря на такой сложный 2020 год. То есть Китай не только восстановил рост ВВП К 4 кварталу, но даже и ускорил его относительно прошлого года. Но зато итоговый рост показателя 2,3% это, конечно, очень слабенько для Китая. От него мы ждем совсем других темпов, потому что данные за 2020 год это худший результат с 1976 года, то есть за 45 лет. Но при этом Китай-то все-таки мы сравниваем со всей остальной экономикой мировой, и мы видим, что по итогу Китай все-таки увеличил свою долю в мировой экономике рекордными темпами. Почему? Потому что Китай хоть как-нибудь, но растет, а вот остальные страны этим похвастаться не могут. И вот в Международном валютном фонде уже предположили, что Китай станет первой экономикой мира на 2 года раньше предыдущих прогнозов, уже в 2028 году. То есть, по сути, получается, что Китай у пандемии пошла на пользу. Почему экономика так быстро восстановилась? Здесь экономисты указывают быстрое взятие под контроль пандемии, зарубежный потребительский спрос и монетарное стимулирование. Ну, собственно, монетарным стимулированием занимаются все ведущие центральные банки сейчас, как вы понимаете прекрасно. И это-то и есть рецепт роста мировых фондовых рынков и других активов. Друзья, сейчас поговорим о перспективах одного из бенефициаров монетарного стимулирования. Это, конечно же, биткоин. Но прежде небольшая информация от спонсоров нашего сегодняшнего выпуска. Ну что ж, друзья, криптовалюта снова в центре внимания. Курсы цифровых активов бьют рекорды. И для работы с ними вам может быть полезна социальная сеть Savl для крипто-сообщества. И одновременно это площадка для внебиржевых торгов. Давайте расскажу поподробнее. Через Savl вы сможете покупать, продавать и обменивать цифровые активы. Это не только биткоин, эфир, риппл и лайткоин, но и более 700 других токенов. Крипту можно покупать прямо с банковской карты или при помощи Apple Pay. Важно, что внутри социальной сети есть опция добавления в друзья и совершения сделок внутри, как бы не покидая чат-комнату. При этом сохраняются шаблоны карт, платежных методов и адресов. Все сделки в приложении Savl приватны и конфиденциальны, как защищена информация. При регистрации случайным образом генерируется приватный ключ из 12 слов. Никаких третьих лиц, доступ к нему имеете только вы. И, конечно же, как и в любой социальной сети, в Savl можно общаться с профессионалами и получать знания о цифровых активах, узнавать новости рынков и так далее. А еще можно делать репосты и получать процент от сделок, просто делясь объявлениями других пользователей сети. Хранятся же ваши активы не кастодиально, то есть доступа к ним площадка не имеет. Только вы. Так, о чем еще я не сказала? О комиссиях. Они у Savl ниже рынка. Комиссия на вывод меньше доллара. А переводы внутри экосистемы по контактам вообще не облагаются комиссией. Так что, друзья, переходите по ссылке в описании и скачивайте приложение Savl, если вы работаете с криптовалютой. Друзья, теперь перейдем непосредственно к прогнозам. Мы, конечно, видим, что по-прежнему разнятся оценки того, почему же растет биткоин. Потому что кто-то считает, что это структурные изменения. И, по сути, биткоин используется как средство защиты от слабости американского доллара и от возможного ускорения инфляции из-за мер стимулирования экономики. Ну а кто-то считает, что рост биткоина это в первую очередь спекулятивное явление, которое сойдет на нет через какое-то время. Но так или иначе, вот есть, например, интересный краткосрочный прогноз от банка JP Morgan, который призывает нас смотреть очень внимательно на отметку в 40 тысяч долларов по первой криптовалюте. Потому что если все-таки биткоин не сумеет прорваться выше отметки 40 тысяч долларов, а сейчас он, по сути, от нее серьезно так скорректировался вниз, больше чем на 10%, то это будет очень важный сигнал для инвесторов, которые следуют за трендом. То есть были многие, кто покупал, пока он растет, а когда биткоин споткнулся о сопротивлении в 40 тысяч долларов, многие могут вот на этих уровнях как раз начать фиксировать прибыль, которые и так очень эффектно выглядят в последние месяцы и выходить. И как раз JP Morgan изучает очень внимательно, во-первых, структуру спроса на фьючерсы на биткоин, а также данные по позиционированию из Bitcoin Trust. Это крупнейший криптовалютный ETF. Вот что говорят в банке. Приток в Grayscale Bitcoin Trust, вероятно, должен будет поддерживать темп в 100 миллионов долларов в день в ближайшие дни и недели, чтобы произошел прорыв выше отметки в 40 тысяч долларов. Ну и при этом 23 миллиарда долларов пришли в Trust Grayscale, причем это деньги институциональных, в первую очередь, инвесторов. И вот именно это и было драйвером роста биткоина в последний месяц, считают в банке JP Morgan. Но посмотрим, потому что JP Morgan считает, что если отметку 40 мы не возьмем, то ралли будет естественным образом затухать до конца марта. Но, как всегда, есть и сверхпозитивные прогнозы. Например, в криптоинвестиционной компании Pantera Capital считают, что цена биткоина может превысить 115 тысяч долларов к августу текущего года. Ну, в компании сказали, что, конечно, все свои деньги на это не поставят, но считают, что потенциал действительно есть. И называют четыре фактора, которые будут оказывать биткоину поддержку в 2021 году. Это новые меры поддержки экономики США, низкие процентные ставки, рост участия институциональных инвесторов в крипторынке, опять же, и развитие сферы децентрализованных финансов. При этом в Pantera Capital считают, что текущий рост биткоина отличается от 2017 года. Почему? Потому что тогда большая часть инвестиций приходилась на высокоспекулятивные токены, а сейчас они сфокусированы на биткоине и эфире. На конец 2021 года на их долю приходится 85% рынка, а четыре года назад только 50%. Поэтому в Pantera Capital считают текущий рост более устойчивым. Но, кстати, интересно, что компания действительно иногда дает точные прогнозы. Например, в апреле прошлого года Pantera Capital спрогнозировала, что 15 января стоимость биткоина составит 38 тысяч 2021 года. На самом деле в этот день он поднимался до отметки 39,7 тысяч. Но все, конечно, иногда угадывают и попадают. Мы не знаем точно, какие аргументы были у Pantera Capital для такого прогноза, но, по крайней мере, они оказались очень близки. Тем временем финансовые СМИ продолжают тихонечко так армагеддонить по поводу перспектив финансовых рынков в целом. И вот, например, брокер E-Trade провел исследование среди состоятельных инвесторов, на брокерском счету которых лежит 1 миллион долларов и больше. Так вот, результат исследования довольно интересный, потому что, с одной стороны, многие эти инвесторы уверены, что то, что происходит сейчас, очень похоже на пузырь, который лопнет, если не сегодня, то завтра. Но при этом полагают, что царящие на рынке бычьи настроения все-таки продолжатся. Только 9% опротившенных богатых инвесторов полагают, что фондовому рынку еще далеко до пузыря. 29% миллионеров уверены, что рынок приближается к появлению пузыря. 46% считают, что ситуация отчасти похожа на пузырь. А еще 16%, что на рынке точно надулся пузырь. Но при этом такой пессимизм не мешает этим инвесторам держать деньги в финансовых активах. 64% респондентов настроены оптимистично. И это на 9% пунктов выше, чем в конце 2020 года. 24% миллионеров сообщили, что их толерантность к риску выросла в первом квартале 2021 года. 63% говорят, что они готовы рисковать так же, как и в прошлом квартале. Ну и при этом почти 60% вот этих опрошенных инвесторов-миллионеров считают, что по итогам первого квартала индекс S&P 500 все-таки вырастет. Ну, правда, всего лишь на 5%, что по нашим временам, ну, можно, наверное, приравнять к снижению. Ну что ж, дорогие друзья, на этом у меня на сегодня все. Спасибо, что досмотрели до конца. Я надеюсь, что вам было интересно. Если это так, то не забудьте, пожалуйста, поставить лайк под этим видео, проверить, что вы подписаны на канал и нажать на колокольчик. Пишите комментарии и спасибо вам за поддержку. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта InvestFuture. До новых встреч. Всем пока.